ребят всем привет вы на канале тесла и значит ну что проверка проверка у нас сегодня вот этих девайсов компьютера ноутбука и еще один ноутбук у нас тоже в процессе я сейчас покажу короче ноутбук который был найден вместе с вот этим компьютером это у нас эйчер модели вот покажу модель пб 71 305 короче ребятки значит так я попробовал включить он выглядит неплохо все нормально в меды все четко все замечательно выглядит классно но подключаю блок питания включаю кнопку 0 еще друг другой блок питания подключаю включаю кнопку 0 наверное четыре или пять блоков питания есть пробовал и испробовал те которые действительно работают на других компьютерах но 0 короче он не включается хороший вот такой вот ноутбук хорошем состоянии 500 гигов 4 гигабайта оперативки ну и тогда тогда а и 3 но вот не включается хоть ты лопну ну конечно это уже вопрос не ко мне не ко мне я ничего не могу сделать то есть это уже вопрос к мастерам ну а у меня еще есть один ноутбук который я уже давненько нашел давненько уже вот мы все как бы до него руки не доходили не то чтобы руки не доходили но и на него нужен был дисплей 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 матрица говоря по вашему матрица вот ну и наконец-то матрица мне попалась и значит вот он asus asus модель сейчас я посмотрю r 704 в или фау такая фау такая вот фау не путайте фау умф это разные вещи ну в общем вот так вот такой ноутбук стоит у него джи фасы 720 м график карта ну и отключаем вот он в принципе он и работал у меня но он еще изначально когда включала работа у него был дисплей разбитый я дисплей поменял и вот в принципе дисплей поменял и жесткий диск ему поменял поставлю windows десятку ну вот пожалуйста хороший четкий ноутбук так что может быть такого это мой пароль да вот ну вот вот все работает четко ой я неправильно немножко камеру поставок вы плохо видите ну ладно вот он вот он ноутбук совершенно замечательный совершенно хороший ну что хочу сказать я посмотрю сколько он стоит в ebay вот ну как бы предварительно я смотрел где-то стоит но около 140 евро такой вот ну в подержанном состоянии вот такой вот ноутбук поэтому да себе его не буду оставлять конечно же потому что у меня ноутбук нормальный все нормально я себе оставил вот этот леново с процессором а 8 вот поэтому мне принципе он устраивает ну а этот я естественно буду продавать примерно наверно 130 140 150 я за него получил в общем в таком состоянии хороший ноутбук но и проверка у нас сегодня конкретно уже сейчас я выключу кстати проверка у нас будет сегодня компьютера компьютер вот так вот этот большой компьютер мы проверим посмотрим что он нам скажет вот у меня еще есть одна видеокарта мы ее тоже наверное проверим посмотрим хотя бы работает на и нет вот выключился можно убрать будем сейчас включаться мне только для этого нужно немножко перестроиться со светом и камерой ребятки поэтому нажимаем сейчас паузу и продолжим через пару минут ну что ребят привет еще раз то вот там непосредственно наш компьютер вот я уже включил сейчас отключу еще вторую камеру вот ну и видите да зеленая нет синяя лампочка горит нормально и и он нам говорит что но и стоит бла-бла-бла-бла-бла-бла короче если перевести с немецкого на русский не найдена оперативная система вот трензи аля лауфтверки дикань битрипсистем аль анхальки вот ну короче он не находит он не находит компьютер не находит он работает все нормально но он не находит сейчас оперативную систему или как ее называют короче windows не находит вот ребят сейчас я включу свет сейчас мы немножко по-другому сделаем сейчас я буду переставлять жесткий диск вот но прежде чем переставить жесткий диск хочу сказать сказать значит да может быть я делаю что-то не так может быть я где-то делаю ошибки но вот эти вот значит умником хочу сразу посоветовать умники которые хамят особенно да не особенно а те которые хамят вот то есть я вам скажу я принимаю критику я принимаю советы но я не принимаю хамство поэтому вот этим умником которые хамят вот я сразу советую прикусить свое жало а еще лучше засунуть его себе в жопу вот ну а мы продолжаем сейчас я значит сделаю сейчас сейчас мы поставим другую другой жесткий диск вот возможно там есть windows возможно он включится ну и посмотрим ну а дальше будет видно дальше будет видно посмотрим что он будет делать дальше сейчас поставил другой жесткий диск не знаю от какого компьютера не помню уже вот какой-то процесс идет то есть в принципе мы уже можем вот кстати кстати вот такая фигня выходит вот что это значит не знаю графика тогда графика ну видеокарта работать но вот такие вот нам дела выдает вот я слышал там какие-то про какие-то артефакты и так далее так далее вот возможно это они и есть вот тем не менее тем не менее выдают нам вот такая вот вот такую фигню сейчас вы видите вот со второй камеры записывается монитор и вы видите вот такую вот фигню вот думаю что как всегда нужно прогреть график карту и думаю что пойдет по крайней мере она работает работает но где-то от волчипа вот сейчас мне бы хотелось перезагрузить немножко компьютер чтобы вы видели давайте сейчас мы это сделаем вот так вот так я сделаем в принципе ну понятно что материнка работает рабочая материнка с ней все в порядке нам нужно выйти в и в bios у нас сейчас выйти не получилось сейчас опять ну вот опять какие-то точечки какие-то бля-бля-бля короче windows основной штальт сак вот мне кажется что отвал чипа все таки потому что вот она скорее всего так вот может быть я не про может быть я не прав кстати сейчас покажу как это выглядит вот здесь у нас вот так материнка она работает все крутится здесь крутится тут 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 geforce работает все нормально все четко но опять же пишет вот 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 такую фигню опять что-то не то да поэтому сейчас я оставлю все на место вот включаем свет ребятки сейчас попробуем 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 еще одну вот понятно в принципе понятно дураку материнка рабочая все рабочие что-то с график карты то есть но там windows это меня уже не интересует совершенно то есть мы сейчас свой можем выйти в биос загрузить новый windows и все на этом все кончится на этом все будет замечательно поэтому сейчас мы делаем так я выключаю компьютер так 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 немножко терпения ребятки так я нажимаю сейчас паузу ребят и ну если кто-то не понял я объясню компьютер нормальный у него с график карта что-то не то да есть какие-то там неполадки вот возможно два чипа или как там называется не знаю которая лечится прогреванием самого чипа самой график карты вот поэтому сейчас я выключусь я поставлю у меня есть еще одна график карта я переставлю и мы ее тоже попробуем ну вот ребятки сняли мы вот эту график карту asus вот что-то она нам показывает там какие-то полоски всякую фигню вот и сейчас поставим вот эту тоже тоже asus и у нас здесь немножко другие параметры ну в общем поставим ее посмотрим вот что она нам скажет и все ребят установил другую видеокарту и попробуем включить единственно что здесь значит разница есть здесь у нас два вот таких соединения с шестью пинами а на другой карте у нас один шестью один с восемью пинами поэтому я не знаю что это принесет нам вот будет ли она работать вот ну посмотрим я включил сейчас будем видеть в данный момент пока ничего не показывает или работает сигнал не идет нет сигнал не идет я сейчас попробую выключить поставить на другое здесь у нас два разъема два на другой разъем поставлю вот ну и посмотрим что это даст так включаем снова и значит у нас сама карта работает сейчас я вам тоже покажу раз сигнал не идет значит просто покажу вам вот эту вот штуку да карта вот такая у нас видеокарта работает ну то есть крутятся кулеры все нормально но не идет сигнал вот сигнал я пытаюсь вот через вот такой вот адаптер подсоединить вот с той видеокартой которая была до этого все нормально сигнал шел но вот тут не идет ну в принципе как бы ничего удивительного нет все где найдено найдено на свалке поэтому в принципе возможно эта видеокарта просто не работает ну и опять же ребятки значит у нас здесь 8 пинов здесь 6 пинов должно быть но мы подключили 2 по 6 возможно что то неправильно я подключил не знаю вот сейчас мы сделаем еще один ход конем выключилась она и вот конем не получится здесь есть возможность только вот так подключить я думал передвинуть 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 вот этот вот вот здесь передвинуть немножко вот сюда так если вы видите да отсюда сюда но оно не идет потому что здесь конкретно определенная форма вот поэтому снова включаем снова включаем и снова включаем в сеть ну вот так это снова выглядит показываю да вот и сейчас свет здесь вырубим вот не идет сигнал на дисплей не идет совершенно сигнал то есть видеокарта скорее всего не рабочая не знаю что с ней может быть вот ну это принципе пусть разбираются специалисты вот так что ребятки сейчас подключим карту другую карту подключим та которая была до этого и все-таки выйдем в биос сейчас ребятки я поставил другую видеокарту другой жесткий диск вот и ну компьютер грузится сейчас я вот так вот сделаю вот компьютер грузится ну видно что с видеокартой проблема проблема ну как как говорят специалисты от вал чипа какие-то артефакты показывает и поэтому ее нужно прогреть сейчас я включу эту вот камеру вот сейчас можете видеть на дисплее что происходит вот windows не грузится с этого жесткого диска вот тоже там показывает короче нам нужно выйти в windows windows я сказал блин нам нужно в bios выйти вот поэтому мы сейчас снова делаем вот так так выключаем все и выходим в bios ну вот ребята значит что хочу сказать жесткий диск терабатный нормальный вот сейчас в данный момент грузится на него вот windows 10 загружаю новый вот вы можете видеть процесс идет 23% и так далее но сейчас загрузится и будем смотреть но по-любому по-любому уже видно что вот это видеокарта geforce gtx такие здесь точечки идут артефакты это как это называется не знаю вот в общем с этой видеокартой надо работать вот ну по крайней мере сейчас попробуем все-таки загрузить windows и потом залезем ему в настройки посмотрим что у него внутри единственное что хочу сказать уже сейчас что у него стоит процессор i7 2600 к ну в общем сейчас пока выключусь и включусь потом когда уже будет процесс сом энде ну вот ребятки загрузился windows все вы видите как это выглядит вот ну сейчас что нам остается я надеюсь вы видите сейчас дисплей нам остается выйти вот сюда вы видите что это с видеокартой проблема да то есть ну скорее всего от вал чипа или как как там называется не помню уже вот сейчас мы выходим в систему в системе посмотрим итак у нас 16 гигабайт у нас DDR3 и arbeitspeicher или как называется по-русски оперативная система да оперативная память оперативная память вот процессор у нас intel air core tmi7 2600k 3.40 гигахерц 3 и ну короче понятно да вот что у нас дальше здесь идет давайте выйдем сюда видите как дисплей выглядит да куда нам нужно выйти сюда так 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 давайте выйдем вот это тоже нет но здесь в принципе ничего не будет понятно вот это это тоже не буду включать короче вот так ну понятно что здесь у нас жесткий диск на терабайт поэтому в принципе больше я показывать ничего не буду все 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 понятно компьютер нормальный с видеокартой мы еще поработаем точнее я попробую прогреть в любом случае материнка рабочая все нормально и находку но лично я считаю зачетную зачетную очень зачетная находка вот поэтому на этом у меня сегодня все лайки ставим ставим лайки ребятки хорошая находка правда ведь вот ну и пишем комментарии подписывайтесь на канал всем удачи до следующего видео